всем привет еще раз 18 ноября пивная пятимотка илья ну что у нас креница классичная классическая типа вот такое вот у нас еще продается в сети разливая сфокусировалась только эта девушка плавает а это русалка сиськи есть лад дать провод классическая не подведи сука краница четырнем ну-ка первый нос молочкой ты пахнет что у меня с носом я ничего не понимаю даже лагера уже светлый то что такое на губку уволить что за хрень почему так красивее так граница классическая с болей на у беларусь рублей на взроблено у беларуси извините пожалуйста я белорусский не знаю коверка некрасиво получилось так brevet in беларусь вот хоть английский знаю спасибо учителям уже джинала губер вот прямо вот маркетологи конечно красавцы пиво подаренная природой чувствуете чувствуете мощь фразы пиво подаренная природой объема 5 почему-то 0 45 алкоголь 48 48 так русалка то чего у него в кубке то у него короче в руках такой широкий кубок если сосредоточилась то увидели наверно счет вот я не думаю что она там из воды пиво кому-то тащит странный рисунок в общем ты зак пиво светлая пастеризованная ну и фильтрованная ладно состав вода солт пиваренный ячменный светлый ячмень пивоваренный сахар хмели продукты да вы прикалываетесь вот природа да вам подарила такое пиво с сахаром с не соложенкой а так это жигулевская у него же вчерашние тот же состав был че за херня вообще но зато тут смотрите сусликов 12 на 48 алкоголя 12 это уже хорошо мы все чуть еще читает минск беларусь но выглядит по цвету по цвету хорошо она прямо золотое да вот по цвету прям хорошо вот по аромату да твою мать пропал этот аромат да опять сахар это 5 сладко пахнет интересно чем она жигулевскую будет отличаться в жигулевском 5 и 2 алкоголя жигулевском приколы да белорусские точнее кренитских пивоваров очень скромный аромат солодовый сладковато ой что-то вытряс какую-то гадину ладно давайте пробовать очень сладко ну не очень прямо но сладко вообще не горчинки не кислинки прямо сладость ну не сильно да не по так вот это не мед но сладко они кислинка есть почему вкус ты меняет сладок на хмель вообще никого намека по мне так но я в лагерах светлых честно признаться хмеля очень редко чувствую эту прям надо бахнуть туда хмеля чтоб я его почувствовал у меня вот рецепторы вообще не заточены чтобы найти в простых пивасах хмель кто-то умудряется вот есть чуть-чуть хмелька горчинки откуда откуда как вы это чувствуете вообще это солодово сладковато в общей базе но есть небольшая кислинка но это скорее всего из-за карбона пены ноль нахуй а скорее даже не кислинка я просто карбон по языку пузырьками на херачит также 78 рублей не знаю на что-то мне не нравится вот что-то не то вот знаете такое есть ощущение что что-то пошло не так она в общем и целом вроде как бы нормально и без дефектов может сахар вот этот он лишний потому что ну как-то а идут ну короче хотите пробуйте но у нас это 78 рублей стоит да напоминаю в перми я живу мягкая но это прям короче это не два не полтора и неплохо и не хорошо вот вот так вот можно объяснить но ближе плохо идет чем хорошо вот ближе куда-то в ту сторону до странного теперь ну все за сим будем откланиваться поэтому не болейте берегите себя будьте здоровы и открывайте для себя новой стиле пиво открывайте для себя новые пивоварни и увидимся уже завтра завтра у нас воскресенье как вы знаете этот день веселый у меня лично да потому что по воскресенье дегустирую саботаж а он есть я в прошлое воскресенье анонсировал что есть что у них прямо два стал ты вышла сразу одновременно в продажу розлив у них неделя отличается но в продажу почему-то сразу два вышло одновременно может саботаж топрум конечно и раньше сразу это все выходило а вот мне до него далеко ехать и завтра будет саботажик ну и еще одна крыльница есть на заметочки так что смысла конечно это пробовать нету но в коллекцию хрен с ним да пойдет как да и все равно вторые видосики хочется позаписывать потому что уже нечего уже записывать такого новинки не выходит что-то у нас все что-то спала сильно очень вроде начинали все вот эти завозить до соседних стран эти масс-маркетные магазины соседних стран начали завозить там армению казахстан там беларусь да в том числе и чё-то вообще приостановилась по ходу люди люди проголосовали рублем и это новинок больше нету с одной стороны к счастью потому что новинки так себе варится там особенно в казахстане по моему да такое производство у них вот но с другой стороны все равно хочется что-то вот попробовать а вдруг а вдруг надежда же всегда теплится но вот такие дела ну все до завтра увидимся а адьос амигос до воскресенья